Давай про кожу. Девчонки, сегодня на русском, потому что половина аудитории у меня все-таки из Днепра, поэтому то на русском, то на украинском. Я так чередую, чтобы вам всем было приятно и полезно. В ютубе прокомментировала девочка, говорит, что я прообещалась, я же рассказывала, как экономить на декоративной косметике, а теперь, значит, просит меня рассказать, как экономить на уходовой косметике. Оля, что ты по этому поводу думаешь? На самом деле на уход, по-моему, идет гораздо больше средств, чем на декоративную. Вы знаешь, у всех по-разному, потому что на самом деле очень, на мой взгляд, наверное, процентов 80 женщин все-таки предпочитают зарисовать. Ну, то есть, имея какие-то недостатки, такие как купероз или пигментные пятна, они пытаются их все-таки декоративкой закрыть и все-таки тратят больше времени. Значит, о чем сегодня будет, сразу говорю. Мы говорим по просьбе девчонок, как экономить на уходовой косметике, стоит ли экономить, и все-таки действительно на чем можно, а на чем нельзя экономить. Будем говорить о том, можно ли с собой, например, на отдых перелить что-то, можно ли переполовинить с подружкой пополам, знаешь, купить одно, разлить на две баночки. Да, и как это делать правильно, да, вот, если делать. А потом, ну, в общем, такие вот аспекты всякие, какие средства можно не покупать, потому что есть, например, фраза, которую очень многие косметологи муссируют, о том, что тоник неважное средство ухода за кожей. Об этом тоже поговорим. Ну, в общем-то, будем пытаться экономить. Хотя, само слово экономить лично для меня, как для личности, оно очень, я его не люблю, честно. Унижает. Вот, ну, честно. Унижает. Да, я львица, знаешь, по знаку зодиака. Мне бы все хорошее и все сразу. Была у меня ситуация, когда ко мне пришла на консультацию женщина, которая сказала очень страшную, страшную, как для меня, фразу. Она сказала, я заказываю коробочки лиферия, вот эти вот с пробниками, значит, и пробников по уходу за лицом мне хватает до следующей коробочки. На этом, в этом моменте я, короче, потерялась, знаешь, чего? Потому что я сказала такую фразу, говорю, есть женщины, которым необходим дорогой, красивый, хорошо пахнущий крем в стекле, а не женщины, которым нужны пробники. А вселенной все равно, что тебе дать. То есть, женщина, которой нужны пробники, она получит свои пробники, понимаешь? Ну, то есть, а ты, которая, ну, замечала эту ситуацию, да? Да. То есть, женщина, которая не представляет, вот она там знакомится с мужчиной и говорит, я пью шампанское только Аськи Мандора, и больше никакое не пью, да? И чувак из трусов упрыгивает только ради того, чтобы, да, у нее было это шампанское. Но тут главное не проколоться. Потому что у меня была такая ситуация, девочка тоже ходила на курсы там соблазнения, ей рассказали, что она должна пить только дорогое шампанское, да? А вот, а потом он пришел когда-то утром, видно, то ли ключи у него были, то ли она не успела сориентироваться, нашел у нее несколько пустых бутылок из-под французского бульвара на этом этапе все. Все, Аськи Мандора у нее закончилась. Ладно, возвращаемся к уходу за кожей лица. Значит, экономить не экономить. Ну да, вот у нас с тобой возникла идея, вот буквально на днях у меня остался последний крем для губ. Про крем для губ я вам уже рассказывала в прошлом видео, и он у меня остался последний, его надо заказывать в Италии. И вот мы как раз с Олей, Оля это моя коллега, предприниматель, она сейчас у меня проходит курсы самомакияжа, и вот мы решили переполовинить этот крем для губ. И потом я вспомнила историю, значит, у меня тоже училась девочка, у нее муж врач, а у врача атопический дерматит. Короче, очень серьезная кожная проблема. И вот он с собой возит на уход всякие средства, да, для поддержания. И вот он перелил в баночки, и через пару дней то средство, которое ему помогало, на отдыхе начало давать аллергию. То есть он думает, что нарушил все-таки условия вот эти вот хранения, да. То есть мы не знаем, что там баночка, вот если мы переливаем, вот косметологи любят, я тебе отложу, я тебе отцеплю, знаешь. Ну, во-первых, сразу скажу, смотрите, средства профессиональные, которые продаются в банках по 250 миллилитров, кремы для лица. С дозатором. Не-не-не, смотри, вот косметологически, видела, у нас есть профессиональная косметика, фитосинтези, она в огромных банках. Там есть молочко по пол-литра, есть маски по 250 миллилитров, есть кремы по 250 миллилитров. И вот если маски профессиональные можно использовать дома, потому что маски ты, что в салоне будешь делать один раз в неделю, что дома ты их будешь делать в неделю. Поэтому по активности, по концентрации ты можешь брать профмаску, делать ее дома и никак не будет хуже, ну, если не лучше, да, чем домашняя маска. То кремы косметологические, те, что для косметологов, они все-таки тоже предназначены для того, чтобы пользоваться раз в неделю. Понимаешь, поэтому, ну да, или после профессионального ухода, понимаешь, и когда женщина берет себе этот крем домой, это все-таки более активный крем, поэтому все профессиональные марки, которые по уходу, они имеют домашку, такая домашняя сопроводительная серия. У нее и дизайн покрасивее уже будет, баночка будет меньше и все-таки меньше концентрация, понимаешь, то есть, ну, как бы тут немножко опасно. Что из профмаска можно брать абсолютно спокойно? Это молочко-тоник, ну, подготовительные этапы абсолютно в больших объемах, это не вредно, не опасно. И что еще можно брать? Каждый день можно из профмаски. Да, 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 и можно маски брать. Я, например, знаешь, вот эти вот большие тоники, это тоже, кстати, экономия, девчонки про экономика. Большие тоники, они в отличие от тоника, ну, тоник 500 мл и тоник 200 мл в цене отличаются на 20%. Поэтому я сначала беру тоник 200 мл с дозатором, он у меня заканчивается, потом я беру 500 и доливаю. Но есть такие вот плюшки, у нас есть тоники с гиалуроновой кислотой, с фруктовыми кислотами, их нет в больших банках. Я их очень люблю, но в больших банках их нет. То есть договорились, а если вдруг вы все-таки решили пары полувынутые поделиться и так далее, то, пожалуйста, обработайте эту баночку спиртом, дайте высохнуть. Ну, короче, будьте осторожны с гигиеной, потому что может все-таки испортиться средство. И, смотрите, девочки, я приглашаю всех, кто едет путешествовать, ко мне придите, я вам дам пробнички с собой. Такие вот пакетики, да, чтобы можно было не отдавливать. Даже если вы летите лоукостом, там, где нельзя взять банку, или вам просто, ну, в лом тащить большие эти, приходите. Только, конечно, ко мне, да, то есть нужно списаться, списаться. Я вам дам пробники такие, там, для лица, для глаз. Молочко-тоник, конечно, в пробниках не бывает. Ну, то есть на этом не заговорились. Не, молочко-тоник не бывает их. Но что я делаю? Ты знаешь, молочко беру в большом объеме, потому что, ну, как я беру, то ли остаток, ну, беру, потому что я, например, на пляж делаю очень хорошую солнцезащиту. Ой, сейчас скажут про пляж, обещала про экономию, а сама про растрады, пляжи, пляжи, ну, понятно. Просто я во вторник уже буду на Персидском заливе, поэтому у меня уже такое настроение. Да, 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 да. Давайте дальше про экономию. Значит, давайте с самого начала. Очищение, тонизирование, экономия, мицеллярка. Ну, косметологи ржут, честно. Они смеются, потому что мицеллярка – это средство для командировочных. То есть, это не средство ежедневного ухода. Коротко скажу, если не коротко, значит, в эту субботу в 14 часов, вот перепассаж, я буду проводить занятия по уходу за кожей лица. Абсолютно символическая цена, там в районе 10 евро. Приходите полтора часа, все, на все вопросы отвечу. Но если коротко, чем отличается мицеллярка от хорошего очищающего средства? Хорошее очищающее средство содержит в своем составе молочные или фруктовые кислоты. И уже на этапе очищения – это ежедневный пилинг. То есть, молочные и фруктовые кислоты растворяют мертвые клетки, растворяют загрязнение, растворяют жир. И снова я извиняюсь про отдых. Если девчонки пользуются жирным тональным средством, а у меня средство солнцезащиты, оно с тонирующим эффектом очень плотное. Если бы не молочко, Оля, я бы его ничем не сняла. То есть, девчонки, ну да, и вот ко мне приходят девочки, например, с проблемами на коже, ну с такими серьезными, и они приходят с большим количеством тоналки. Ну вот поверь, мицеллярка ее не сорвет, то есть я буду 40 ватных, ну не 40, 8 ватных дисков для того, чтобы вытереть. Молочко справляется с лучше, если девочка пользуется обидным гримом. И, соответственно, меньше трешь. Да, меньше тянешь. И жиры растворяются жирами, то есть аналогичные растворяются аналогичным. Поэтому, если вы пользуетесь хорошим слоем тоналки, хорошим слоем пудры, то корректоры дополнительные, то молочко вообще идеально. Меньше трешь, как ты сказала, раз. Быстрее стирает. Умывалкой это тереть, тереть, тереть. А потом, честно говоря, вы сами, наверное, видели, что ватный диск все равно после умывалки грят. Короче, девочки, умывалкой умываются те, кто не пользуется тоналкой, и те, кто не пользуется корректорами и пудрой, хайлайтерами, шиммерами и так далее. Умывалку можно на утро. То есть молочком снять грим, а утром, вот просто, вот утром, девчонки, вот то, что важно, то, что многие не знают. Вот вы утром просыпаетесь, что вы первое хотите сделать? В туалет. Попыть. Нет, ну логично, понимаешь? А вот наша кожа, у нее нет мочевого пузыря, у нее нет кишечника, она в туалет не ходит, поэтому она вынуждена продукты своей жизнедеятельности выкидывать на поверхность, понимаешь? И вот это вот ошибка очень многих девочек, которые утром не умываются очищающим средством. То есть утром или очищающее средство, или молочко быть должно, потому что кожа пописала, покакала на поверхность. И вот это вот все должно быть до первого спорта, понимаешь, какая ситуация? А потом опять? А потом опять, ну там уже, поймешь, после спорта можно чуть ли не водой, ну, по крайней мере водичкой и тоником, да, ну вот, но снять токсины, потому что кожа же не просто, да, ну, как бы она выбрасывает токсины, она выбрасывает пот, то есть, да, вот вместе с потом она выбрасывает токсины. У нас ночью идет омоложение, то есть все клеточки идут, да, днем кожа отдыхает, днем кожа спит, она днем выполняет защитные функции, а ночью она выбрасывает, выводит новые клеточки на поверхность и выталкивает старые. То есть утром кладбище с мертвых клеточек, связанное мочевой, ну, грубо говоря, потом, да, связанное потом, связанное с жиром, да, только тот, который выделился ночью. Плюс, ну, ты видела когда-нибудь на хорошо освещенном солнце подоконнике, чтобы плесень была? Нет, то есть почему мы все высыпания находим утром, потому что бактерии любят, когда темно, тепло и вкусно, вот, получается, что ночь, это еще темно и тепло, и на поверхности кожи развиваются такие вот активные процессы, поэтому ура, стало утром, и маешь, маешь, тоже маешь. Скажи нам, пожалуйста, вот по поводу экономии, по поводу снятия макияжа с глаз, молочко, это достаточно? Есть же отдельные именно для глаз. Ну, да, да, вот глаза, девчонки, честно скажу, вот мне сейчас 39, о том, что у меня есть глаза, я узнала, наверное, года 2 или 3 назад. Я шучу, но я имею в виду, что морщина, вот такая дряблость, вот эта вот, ну, которая, в принципе, ну, вот, пугает, пугает, да? Она появилась годика 3 назад, и, ну, это, ну, да, девочки, у меня нет этой патологической дряблости, но века уже не такой, ну, знаешь, вот не детская века, ну, блин, ну, не детская, понимаешь? И когда, значит, я это увидела, я начала искать ответ на твой вопрос, можно ли молочко, чем лучше, чем убирать косметику с глаз? Во-первых, первое, что четко нельзя, это нельзя умывать умывалкой, потому что все средства пенищиеся, они предназначены для жирной комбинированной кожи, поэтому одна из функций у них, это забрать избыток жира. На глазах этого нет, то есть умываться умывалкой нет, умывалку вспениваем на ручках и наносим, избегая области вокруг глаз. Это первое, никогда. Если вдруг вы остались где-то у подружки, там, у подруга, оливковое масло, вазелиновое масло. Понимаете, аптека есть на каждом углу, купите вазелиновое масло, 22 копейки стоит. Я не говорю, что им нужно пользоваться ежедневно, но оливковое масло есть у всех, да, у любой подружки, у свекрови, там, где бы вы ни остались, возьмите оливковое. Понимаете оливковое, возьмите подсолнечное масло, снимите маслом, то есть это такой экстренный вариант. Молочко, можно ли снимать молочком? По структуре, да, молочко не вредно для кожи вокруг глаз. Вопрос остается, есть ли у тебя на него личная реакция, потому что мне, например, молочком дискомфортно, то есть я потом испытываю определенный дискомфорт на веках. Дальше, я купила себе средство, мне его продали за сумасшедшие деньги. Я на выставке купила средство для снятия макияжа с глаз за тысячу где-то гривен. Оно мне понравилось, ну, потому что меня испугала вот эта тряплась. Оно мне понравилось по запаху, по баночке. Баночка красивая, такая, ну, розовая, пахнет розочкой, ну, вообще капец. А финальным штрихом вот то, что у меня принял принять решение, да, повергло то, что сказали, что укрепляет ресницы. Потому что ресницы это никогда не был особо мой конек, но думаю, а что, где нашим богатым птичкам проэкономию, да? Короче, в общем, купила я это средство. И задумалась я все-таки о том, что, смотри, я же как ухаживаю за кожей, к чему и вас понукаю. Я убираю средством для снятия макияжа с глаз косметику и не умываясь наношу крем, понимаешь? То есть у меня, получается, вот это средство остается ночевать и на ресницах, и на веках. Поэтому до этого средства я уже, Олечка, покупала себе Тальго. Просто в нашей фотосинтезе, ну, нет двухфаски. В основном пользуюсь двухфаской, потому что подкручиваю ресницы, а у меня тоже, ну, изгиб водостойкой косметикой закрепляется. Поэтому, ну, естественно, двухфаска. У нас нет двухфаски в нашей фотосинтезе. Я покупала уже, вы, девчонки, нашла там, купила средство, ну, чтобы, ну, 800 гривен, понимаешь? То есть я понимаю, что веки это, блин, у драгоценности. Девочки, кому 15, 18, 22? Вы сейчас посмеетесь, вы вспомните это чуть-чуть потом. Чуть-чуть потом туда, да, ближе. Но я вот честно, вот вчера красили мы девочку 28 лет, ну, на курсах, да? Ну, реально за кисточкой идет века. Ну, реально. Ну, то есть, короче, девчонки, если вот это вот умываться умывающим средством, не дай бог еще мыло, мыло это вообще печалька. Потому что, знаешь, что в мыле удивительное? Даже если мыло сварено на территории монастыря, даже если оно сварено с медитацией, даже если оно сварено, я не знаю, девственницей, знаешь? А в этом мыле есть щелочь. Что такое щелочь? У нас на поверхности кожи живет бактерия. У нас везде, знаешь, у нас же флора есть. У меня есть пост, я его могу продублировать в Инстаграме. Он называется «Ты никогда не будешь одна». Этот пост говорит о том, что мы носим за собой 4 килограмма бактерий. То есть, у нас внутри, в организме, у женщины плюс-минус моего твоего веса, находится 4 килограмма бактерий. Какое возможно? Ну, серьезно, они там в кишечнике, всюду. Знаешь, эта флора, она нам помогает. Мы приехали, но мы сейчас закончим и потом выйдем. Она нам помогает. То есть, эта флора перерабатывает пищу, она направляет туда, куда нужно. У нас в организме этого добра живет много. То есть, мы, короче, с соседями. Причем эти соседи еще формируют наши пищевые пристрастия, представляешь? То есть, эти соседи, эти бактерии. То есть, если бухнуть хочешь, это не ты, это они, ты не виновата. Ну, ты замечала, иногда хочется соленого, сладкого. Это можно изучить. То есть, это есть информация по этому поводу. И так же самое на поверхности нашей кожи живет бактерия. Название у нее из 6 слов. Я тебе полностью его не скажу. Одно из этих слов – стафилококус, если что. Ну, то есть, у нас стафилококус всех есть, только он начинает прогрессировать в момент падения иммунитета. Понимаешь? То есть, вот такая вот ситуация. А эта бактерия, продукт жизнедеятельности этой бактерии – это кислота. И эта кислота нам очень нужна. У нее есть две функции. Ферментативная. То есть, когда попадает крем, она начинает говорить, ланолин, тебе на поверхности, ты будешь защищать. Витаминки вам сюда. То есть, то, что делает желудочный сок с едой, то и делает эта кислота. Она растворяет крем и делит его на те моменты, которые кожа может уже усвоить. И еще кислота – это антибактериальное средство. То есть, кислота убивает бактерии, которые попадают из окружающей среды. То есть, кислота – это наш собственный иммунитет кожи. Поэтому, если мы мыли с мылом, мы убили эту бактерию, и она в течение 6-8 часов у молодого здорового организма восстанавливается откуда? Она сползается с головы. Короче, там, где вы ее не убили. Она размножается делением. Спрашивают, как она размножается делением. Они на лице сексом не занимаются. Они размножаются делением. И таким образом оно покрывает назад. А пока нет этой бактерии, кожа безмозглая. Грубо говоря, когда приходит женщина и говорит, я купила обалденный крем, эффекта нет. Вот почему очень многие женщины не используют нормальный уход? Идут к косметологам, колятся, ну, любое. То есть, а дома не ухаживают. Потому что они не делают базу для того, чтобы нормально крем попал в кожу. Понимаешь? То есть, нам для того, чтобы крем работал, нужно очищение и тонизирование. Иначе наша кожа безмозглая. То есть, ей ты хоть маслом сливочным намажешь, хоть постным, ну, одинаково будет. Понимаешь? Поэтому очищение и тонизирование, ну, вряд ли важнее, чем крем. Но без него крем бесполезный. Девчонки, все, мы идем, короче, работать. Я им такое говорю. Если вам было интересно, вы хотите присоединиться. Суббота, 14.00, семинар в Опере Пассаж по уходу за кожей лица. Для него нужно регистрироваться 068-423-048. Если вдруг не запомнили, не успели, то просто загуглите червоная помада или напишите, мы с вами свяжемся. Всем хорошего дня. Посмотрите в записи, было очень-очень полезно. Пока. Пока.